19 мая потерпел крушение самолет А320 авиакомпании Egypt Air, выполнявший рейс из Парижа в Каир. Уже пятый день мировые медиа пишут об этой катастрофе. Самолет упал в Средиземное море, на его борту было 66 человек, среди них 56 пассажиры из 13 государств и 10 человек экипажа. Все они погибли. На поверхность моря всплыли лишь куски обшивки, спасательные жилеты, кресла и личные вещи пассажиров. Черные ящики до сих пор так и не найдены. Это порождает множество теорий и догадок о причинах катастрофы. Президент Египта Абдель Фатахас Сиди заявил, что на данный момент рассматриваются разные версии причин этого крушения самолета. Техническая неисправность, ошибка пилота, теракт и так далее. Но ни одна из них пока не является доминирующей. В то время как министр по делам гражданской авиации Египта заявил, что наиболее вероятная версия это версия о теракте. В аналитическом центре Стрэдфар в материале под названием «Почему джихадисты молчат о катастрофе египетского самолета» называют подозрительным тот факт, что ни одна из террористических организаций не взяла на себя до сих пор ответственность за крушение самолета. Сейчас мы видим цитату из этого текста. Итак, из истории предыдущих терактов можно сказать, если бы исламское государство, аль-Каида или какая-либо их региональная ячейка стояли за этим падением, сейчас они бы уже заявили о своей ответственности за крушение египетского самолета. Например, когда в 2015 году потерпел крушение российский лайнер в небе над Синаем. Организация «Исламское государство» в тот же день взяла на себя ответственность за катастрофу. Аналитики Стретфорд пишут, что и Аль-Каида, и ИГИЛ, и исламское государство, как правило, берут на себя ответственность в течение первых, если не дней, то часов за катастрофы. Стретфорд отмечает, что такое молчание террористических организаций – это плохой знак. Есть более страшное, но менее вероятное объяснение молчания террористов. Возможно, они нашли новый способ сбивать самолеты и скрывают свою причастность к катастрофе, чтобы повторить атаку в другом месте. Журналисты американского издания «The New York Times» считают, что авиакомпания «Egyptair» знала об угрозах и ввела усиленные меры безопасности. Так журналисты издания «Деклан Волш», «Нора Юсиф» и «Карем Фахим» пишут, что на этом рейсе летело три сотрудника безопасности. Обычно их летает только два. В мировой прессе продолжают обсуждать возможные причины катастрофы и вероятность новых атак террористических в небе.